Всем привет! Мы находимся в ночном клубе «Нефть». Сегодня здесь проходит концерт рэпера Птаха. У нас была возможность пообщаться с ним. Давайте уже посмотрим, что из этого получилось. Ну, какие-то такие прям глобальных косяков нет. Без косяков не бывает. Бывают всегда какие-то маленькие моменты. Это рабочий процесс. Ну, рабочий процесс где-то тут. Я не могу пожаловаться здесь на организаторов. Все круто. Все окей. Мне клуб понравился. Я его не ожидал. Клуб хороший, да? Красивый, да? Очень красивый. А кухня как тебе? Кухня вообще божественная. Я сегодня. Вы прям мне принесли. Я все прозрел. Думаю, нифига. Ну, я точно мне не Камске? Под Москву привезли. У нас вообще редко, кстати, приезжают. Вот я надеюсь, что вот наш новый клуб «Нефть» Он начнет, наконец-то, привозить каких-то артистов. И когда эти игры пройдут Я останусь рядом с тобою Наши руки друг друга найдут Там и служат нас под луною Просто рядом, когда ты дышу А вдали без тебя погибаю Я тебя никуда не пущу Ты до самого сердца... Да сейчас каждый второй и рэпер, либо видеоблогер Как в свое время юристы и диджеи Я помню, все были диджеями и юристами Просто каждый второй считает себя блогером Мне кажется, блогер это такая вещь, как... Ну, каждый второй считает себя рэпером Не каждый рэпер, кто рэп читает Не каждый блогер, кто двигает свой блог Потому что, ну, если ты просто там сидишь Поливаешь там всех подряд Или какие-то глупости говоришь И просто ты это делаешь на камеру Укладываешь на ютуб-канал Мне так кажется, я не шарю в ваших правилах Мне кажется, это просто глупости какие-то Блогер, мне кажется, человек, который подходит с умом Честно, мне кажется, любой адекватный человек Который следит за их творчеством И за их вот всеми делами Понимает, что люди выезжают на грязи И выезжают на то, чтобы кого-нибудь облить грязью И как бы это... Ну, так-то можно, понятное дело До любого докопаться и грязь найти И про них могу сказать Что как они только говорят гадости А как на них суд подают Или по голове им хотят дать Так они кричат во все... Во все просто, во все горло Ай, нас убивают, нас притесняют Так вот, фильтруйте речь свою Фильтруйте свое поведение Не будет такого Просто почему-то все считают Что если мы живем в правовом государстве За слова можно не отвечать уже То есть уже можно оскорблять Говорить какие-то глупости Копаться в чужом белье Доставать его Пачкать еще больше И выдавать это как... Ну, как и должное Мне кажется, это неправильно Если... Вот если я о ком-то говорю плохо Я действительно так думаю И я не просто думаю У меня есть для этого повода Я могу обосновать свои слова Своё поведение То есть не бывает Не было ни разу такого Чтобы я про кого-нибудь сказал Да он там мудак Просто вот он мне не нравится Вот он там мудак Такого в жизни никогда не было Поэтому, хотя там и многие думают Что там... Я там многих рэперов хейчу Я хейчу определенных рэперов За которыми есть определенные действия Если как бы люди ведут себя Именно в таком формате Когда они высказывают свое мнение Ну, в кругу То есть я говорю о рэперах Я не лезу никуда Не там в другую какую-то канитель Понимаешь? Я говорю о рэперах И ругаю с рэперами Потому что это моя культура Я в этом шарю Мне не нравится Ни магия Ни магии Как они там называются Ну, ты, по-моему, как-то говорил О блогерах То есть когда вот У меня блогер начали Нет, нет Я сказал о том Что не надо путать Понимаешь? Боря Моисеев тоже не поет Он по большой степени Там наговаривает На музыку На бит Вот этот вот В таком формате Каком-то непонятном Так его можно тоже к рэперам приписать И там вон Филипп Киркоров Как он Гнойнам сказал Тоже рэпер Вот зайка моя Вот это вот Тоже можно сказать Я рэпер Рэпером стать Это не просто взять И начать читать Для этого есть какие-то Ну, какие-то Много критериев разных Ты должен как-то Ну, что-то Для культуры нести А не просто читать Сейчас каждый второй читает Все бабки стригут Но никто ничего В культуру не в флаге дует Я как коллскульщик В плане Я для меня это очень странно Мне обидно Потому что мы старались Чтобы эта культура выросла А тут на тебе И сейчас на нас смоют Как на клоунов каких-то Опять Давайте все вместе И я её пил, и я её пил Я её пил и курил И поздних ролик и так твою рожьи забыли А вот я случайно наткнулся на Ютьюбе на видео то что там какой-то в общем молодой человек он говорил что якобы весь этот пиф вот и со стороны смотреть вообще я не знаю кто это такой я нечаянно него наткнулся мы что-то сидели а мы искали успех от передач посмотреть на студии сидели я увидел просто написано что типа гуф и птаха постанова что какая-то такая история включил мы офигели нет это не постанова и просто многие то есть он там привел некоторые факты которые он не знает просто происходящего внутри очень 90 процентов то что происходит люди не знают мы этого не показываем выливаются какие-то маленькие мы все-таки ну творческие публичные личности не иногда мы ведем такую информационную борьбу между друг другом доносим как бы до слушателей что происходит какими-то частями 90 процентов того что происходит грязи вот этой все внутри никто из нас не говорит не рассказывает какие-то там фотки то все 3 10 это совершенно на другие темы были встречи другие какие-то моменты конфликты договоренности о чем-то еще с лёши действительно у нас да есть конфликт и конфликт этот двух старых друзей я очень на самом деле очень люблю лёшу как другу своего я для меня очень тяжело что именно спустя десять лет просто возникла ситуация когда просто уже мы не можем с ним подраться не могу подойти стукнуть во первых у мой друг во вторых он слабее меня есть такой вариант ну то есть подраться вот в таком формате и поэтому выбран был именно вот такой формат драки это драка между друзьями понятно я почти да я почти да я почти уже дописал пока еще почти вот приеду допишу и начну уже учить будешь ли ты какие-то запрещенные приемы ни в коем случае семью там какие-то там такие вещи ты имеешь семья там моего отношения с айзи семья его это совсем другая история вот есть он есть его поступки касающие чисто которые его поступки по отношению ко мне и к нашим общим друзьям то есть именно вот эта история ни в коем случае я никогда не позволю себе его семью тронтили его жену бывшую там либо девушку нынешнюю если она у него есть не я воспитан не в том формате и соответственно я ему сказал то же самое что даже не думаю этого делать потому что вы там уже будем поделимся плюс прямом смысле этого слова поэтому договорились что семью мы не трогаем и вот такие моменты чепетильные там это нельзя это табу для нас это мы взрослые люди мы все-таки воспитаны по-другому вопрос по инстаграму ты в инстаграме выложил пост о том то что ты в госдуме на вопросы на ты говорил о видео который сейчас она выйдет видео тоже я короче не особый юрист но то что я услышал депутат государственную думу думы находясь в думе для меня было очень странно и очень я был поражен я слышал эти истории но думал что тоже из рода плоской земли вот там просто сейчас выйдет видео это наш ним разговор и что я услышал в итоге что мы должны менять нам надо менять конституцию для того чтобы наш страна жила нормально потому что не поменяем конституцию мне дал список американских и европейских компаний которые управляют нашими министерствами и по конституции наши министерства должны подчиняться этим компаниям хотят они или не хотят я пришел с вопросом почему принимаются такие тупые законы и почему люди в этой стране не могут нормально жить на что мне было сказано а мы ничего сделать не можем у нас вот есть короче вот вот они нами правят рулит они владимир владимирович пытается сейчас это решить он последнего послание собранию какое-то у него было вот он сказал об этом он говорит типа и в конституции прописано очень мы когда 90-х годов но когда развалился советский союз наши добрые и наивные так бы скажем родители там бабушки дедушки они подписали конституцию по ходу не читая и там не разбираясь в ней в которой в принципе мы находимся мы проигравшая сторона которая проиграла войну и мы находим сейчас мы находимся в той ситуации что он мы оккупирован это групп конечно громко будет сказано но вот примерно такого формата мы обязаны подчиняться и мы будем подчиняться пока у нас такая конституция и я вот после этого видоса я наверно сейчас буду делать еще несколько видео где буду призывать молодежь потому что мы не подписывали от конституции я еще не в курсе почему так все происходит и муж следующее поколение там дочка моя их поколение уже они тоже не подписывали ничего не мы хотим чтобы мы пересмотреть этот вопрос я думаю что надо как-то поднять этот вопрос пересмотром конституции не дамат петицию какой составить на то чтобы это в думе обсудили там как-то или еще что это не надо менять конституцию наш наша страна принадлежит европейским компаниям там есть официальные компании все втб сбербанк наши сми они принадлежат эрнс и энгель есть ком это компании есть разные американские компании которые все она все наши всем всем нашим правительства аудитом занимается американская компания и короче вот такая вот для меня это было новости ну как так мы же тут это у нас там танки пистолет а не будет ну вот у нас такая конституция на 2 менять но в общем ну да 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 а 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 у меня есть гражданская позиция и благодаря тому что я имею достаточно количество знакомых и меня люди любят уважают за определенные поступки у меня есть такие возможности как прийти в думу зайти по узнать что-то туда-сюда то есть я узнаю и пытаясь это как-то высказывает при том у меня его позиции есть знакомые друзья с которым участвовать спорим на определенные темы на сходимся к всегда к одному и тому же что что 91 год это не есть хорошо и вот этим не дай бог майдан и здесь в россии это будет полная жопа я не политически не собираюсь становиться депутатом во всяком случае пока точно ну как бы для меня это неинтересно я не вижу себя там и я не собираюсь там какой-то такую деятельность это чисто гражданская позиция как гражданин пытаюсь выяснить что-то донести до людей если у меня бывает возможность о чем-то сказать и высказать свое мнение и это я думаю что что-то поменяет в этой стране в лучшую для жителей этой страны я это буду делать неважно пусть там дальше на меня там хвости хомячки нападают там ботов на меня тысячи засылают они места дизлайки пишут что я продался и так далее это моя гражданская позиция хочу моя дочь в этой стране жила хорошо и чтобы дети моих друзей жили в этой стране нормально и как могу стараюсь и 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 У нас есть Джонни Вайтс, мы взяли артиста, парень молодой, он только начинает двигаться, делает прикольное музло, у меня будет с ним трек на моем альбоме, будет называется девочка-дилер, но это не тот формат, в котором он работает, это ближе ко мне формат, очень необычный и достаточно приятный музло, я был удивлен, он мне просто его прислал, добыл мою почту и прислал мне, я его выдернул, приехал, и мы сейчас будем смотреть, еще буду искать себе диджея для своих концертов, и буду еще искать артистов конечно, целого, но пока сейчас главное у меня стоит батл и закончить альбом, альбом я надеялся вообще в декабре выпустить, но благодаря батлу, то есть я не знаю, я успею или нет, я начинаю садиться писать, у меня баскет совсем другая эта история с батлом, с этим, вот, и поэтому возможно это вообще отложится после Нового года выйдет. Все, спасибо большое. Не до что. И все, кто привозит, вы ревнете, давайте! Отлично. Завалили кого-то. Очень. Ну что, вот и все, концерт закончился. Надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на наш канал. Надеемся, что у нас еще будет возможность встретиться со звездами и пообщаться с ними. Спасибо клубу «Нефть» за данную возможность. Всем пока!